На каждую такую сустречу ветераны имкнутся пройти загодя. Поговорить об годах службы, задачах, которые доводилось выращать, вспомнить коллег и товарищу. Многие, с кем довелось опрацовать плячом к плячу, уже пошли с життя. Некоторых стратили по час службы. По доброй традиции, ушаново этих память сбираются для памятного знака загинувшим милиционерам. Я вспоминаю, допустим, тех сотрудников, которые вместе со мной работали. Это Швед Николай Григорьевич, это Казак Федор Андреевич, это Краевский Анатолий Трофимович. Вот они погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы обязательно их вспоминаем все время, мы общаемся с женами погибших. Оборона грамадянских, социальных правов и интересов ветеранов, а так само членов семьев, загинувших супрацовников. С момента створения областной организации, это одна из головных матья идейности. Это оказание помощи ветеранам в адаптации при уходе на пенсию, сплочение их, привлечение к использованию их профессионального опыта с молодыми сотрудниками. Для воспитанников кадетских и правовых классов в школах, ну и самое главное, конечно, сохранение и поддержание лучших традиций брестской милиции. Зараз областная ветеранская организация областного управления внутренних справ – 3000 человек. Удельники воин, ликвидаторы чарнобыльской катастрофы, профессионалы своей справы. За их плячима 10 год диплённой службы в милиции. В опытом ены протягивают делиться со своими последовниками. Мне очень приятно, что наши руководители ветеранских организаций, они участвуют в нашей повседневной работе. Мы проводим, значит, итоги оперативных совещаний по итогам года, по итогам полугодия. На всех этих совещаниях присутствуют и наши руководители ветеранских организаций. И вносят действительно предложения, которые заслуживают внимания. И поверьте, все эти предложения будут воплощаться в жизнь. При этом докладами и працованными с правоздачами конференция не обмежавалась. За активную храматскую деятельность ветераны милиции отримали храмоты и подяки, а так само специальные знаки за отданность обовязкой присязе. Ирина Никитина, Тегра Накопян, Талерадо, компания «Брест». Продолжение следует...